Получил отличный вопрос, пока вел передачу. Прямо сейчас пришло в личку. Добрый день, Евгений Борисович. Не могли бы Вы осветить в посте тему оптимальной доли защитных инструментов в портфеле? Например, на какую долю оптимально открывать позицию по Ньюман, Барик, Литьев на золото, Фьючерс на золото? По возможности, разумеется. Ну вот, возможности есть. Видите, получил, сразу отвечаю. Друзья мои, смотрите, защитных инструментов очень много. Если мы говорим о золоте, как о защитном инструменте, то я бы, честно говоря, не сильно боялся. И я считаю, что в текущих условиях абсолютно разумно было бы приобретать те же ETF на золото или же акции золотодобывающих компаний и на 10, может быть, даже на 15% в портфеле. Если Вы хотите фьючерсы, ну, Вы, надеюсь, понимаете, что фьючерс – это леверидж, это плечо. Ну, соответственно, посчитайте. Если у Вас плечо 1 к 10, как на Форсе в частности, ну, значит, уменьшите в 10 раз свою стандартную, так сказать, ставку. Если мы говорим о других защитных инструментах, вот тут надо быть очень осторожными. Смотрите, если Вы хотите покупать SDS, то есть, что такое SDS? SDS – это фонды, ETF, на падение S&P. Тут все просто. Примерно SDS, если у Вас индекс наиболее-менее бумаги, они Вас страхуют примерно где-то в соотношении, по-моему, 1 к 5 или 1 к 6, я не помню точно. Поэтому, ну, хотите страховать американский портфель на 100%, купите SDS примерно процентов на 15 от объема этого портфеля. Не хотите на 100%, потому что у Вас получится, собственно говоря, стратегия нулевая. Все, что выигрывает индекс на росте, Вы теряете на SDS и обратно. Так вот, но если Вы хотите, например, быть подстрахованными как-то на часть портфеля, ну, купите на 5%, на 7%. Если очень сделаете большую ставку на падение, на 10%. Что касается инструментов реактивных типа твиксов, это тройной индекс волатильности. Вы, надеюсь, понимаете, тройной ETF на индекс волатильности. Вы, надеюсь, понимаете, что инструмент реактивный. Ну, такого рода защитный инструмент я бы не брал больше, чем где-нибудь процентов на 5 от объема портфеля, на 3%. Если Вы подобные инструменты берете в большем размере, я иногда это делаю, только в том случае, если мы считаем, что есть высокий шанс на падение рынка. То есть, фактически, мы делаем ставку уже. Мы считаем, что, наверное, рынок в ближайшее время упадет. Упадет тогда, да. Вот тогда, да. Тогда можно, если Вы хотите сделать ставку, то, например, выйти в кэш, купить US Treasuries на 10%, на 15% даже процентов от портфеля. Может, даже на 20% купить твикс или похожий инструмент. Да, так бывает иногда. Если Вы хотите, еще раз говорю, сделать ставку. Но Вы должны понимать, Вы сделали ставку, это рискованно. Так что, знаете, защитный инструмент защитному инструменту рознь. Поэтому, если хочется быстро заработать и сделать ставочку, это одна стратегия. Если хочется просто подхеджироваться и чувствовать себя более-менее комфортными, но это другая. Вот, что бы я сделал сегодня, например, на защитных инструментах? Это очень просто. Минимум процентов бы на 10 от своего портфеля держал бы золотые акции или ETF на золото. Минимум процента на 3, на 4, на 5 я бы держал инструменты типа SDS или твиксов. Ну и, наверное, часть бы средств, причем довольно значительная, держал бы в надежных облигациях с дюрацией не больше, чем 5-6 лет. Потому что, ну, если происходит кризис, даже если эти облигации проседают в цене, обычно они достаточно быстро выкупаются. Потому что они дают хорошую доходность, чем больше они падают. Это первое. Второе. Вы, надеюсь, понимаете прекрасно, что в том случае, если начнутся неприятности на американском рынке, на европейских рынках, регуляторы будут увеличивать ликвидность. Это, во-первых. И, во-вторых, американцы уж точно будут снижать процентные ставки. Ну, а куда они денутся? Ну, а если они будут снижать процентные ставки, и у вас будут надежные, очень надежные облигации, они, естественно, вырастут. Потому что, если у вас альтернатива, ее есть трежерис, будут давать, например, не как сегодня, там, полтора или один из семь десятых процента годовых, там, десятилетки, а будут они давать всего полпроцента после снижения процентных ставок, то и надежные облигации, свои доходности, ну, я имею в виду рейтингом, так, А+, и так далее. Ну, наверное, эти облигации тоже дадут доходность, может быть, полтора, максимум два процента, а может быть, и ниже. Соответственно, если вы берете такую облигацию, например, на пять лет, и доходность снижается на один процент, мы понимаем, что примерно процента четыре с половиной от облигации вырастет в цене. Вот как-то так. Тоже защитная стратегия. Вполне себе нормальная и не слишком рискованная. Спасибо.